55 и там прям requirement было написано что require pep 234 simple iterators или что-то такое вот так что в принципе когда создавались генераторы в голове у разработчиков была поддержка была мысль о поддержке ну никого лази итерейшн а вот ну и поэтому мы его и воспринимаем как некий лази итерейшн вот потом гуглим что такое генератор за файл final frontier у дэвида безли вот и понимаем что там чувак делает с генераторами вообще все кроме итераций и что мне не нравится в этом подходе на самом деле тут будут примеры в моей презентации но для какого-то прям такого большого обзора всевозможных возможностей лучше посмотреть именно безли что мне не понравилось в его презентации это то что там это все подается с позиции какой-то такой вот магии вот что у нас там есть какой-то один механизм который поддерживает карутин и допустим и представляете мы с помощью карутин там сделали вообще какую-то неведомую штуку и вот позиция такова что карутины для этого вроде не годятся мы вот сделали офигеть вот нужно понимать что все это на самом деле работает очень просто как бы те основы в сепайтоне а мы говорим о сепайтоне третьей версии и нужно понимать что на самом деле там все очень просто вот да ну и мне хочется показать чем на самом деле является кинобжект чем он не является это очень важно потому что люди часто пытаются использовать генераторы там где генератор не решит их задачу вот как генобжект вписывается в общую канву исполнения в принципе как как он там в сепайтоне внутри живет ну и показать какие-то примеры вот на самом деле я часто буду ссылаться просто на того же безли и не скрываю этого ни разу вот для того чтобы научиться думать как питон понять питон нужно думать как питон будем думать как питон как питон исполняет код вот тут важно понимать что если с точки зрения программиста на питоне если с точки зрения программисты на питоне весь этот код там не за объектной модель является таким сахарком над диктами часто даже так шутят что весь питон такой сахарок над диктами и гвида видимо сделал язык который поддерживает только дикты и там дальше уже как само вот то на низком уровне с точки зрения эволуатора собственно виртуальной машины он имеет дело с объектами кода вот собственно что из себя этот код представляет мы можем посмотреть там с помощью модуля дис там есть разные у него функции например здесь диск диза сэм был вот туда мы можем кормить кода в обжиг функции и посмотреть что на самом деле это просто портянка простых вызовов каких-то которые будут управлять виртуальной машиной ну сами вот эти слова там loadfast loadconst это просто никакие мнемоники на самом деле ну байт код это просто числа 1 байтовая вот этих у байт кода может быть необязательный аргумент 2 байтовой потому что не быть вот и кода обжиг ты на самом деле это вот штука которая пронизывает вообще весь питон если вы хотите запустить модуль если вы хотите запустить там строчку какую-то там на самом деле вызовется очень много всякой подготовительной работы вот будет сделано но в конце концов сформируется просто кода обжиг в обязательном порядке и этот код обжиг будет передать питону ни с чем другим кроме кода обжиг то питон работать не может ну просто бы дизайн вот и вот он настолько не может ни с чем другим работать что иногда такие вот казусы какие-то появляются как-то куски вроде внутренней имплементации вылазят наружу например кто из вас знает о том что такое функция build класс ну поднимите руку кто не слышал игорь знает сережа знает от кого вы узнали об этом вот тут забавность заключается в том что оказывается в питоне есть значит built-in build класс вот который срабатывает и такая функция в built-in ах которая срабатывает на класс ну statement ведь когда мы пишем класс антон давай . пас это ведь вычислимое выражение вот а кем она вычислимая и как обычно люди об этом не думают так вот она оказывается там как-то чуть-чуть парсится ну так чуть-чуть совсем и передается функцию build класс вот билд класс лежит built-in ах если мы перегрузим в built-in их built-class например вот я засуну туда лямду которая принимает какие-то значения просто принтит их вот я это сделал потом пишу класс опас нажимаю enter и у меня в консоли вместо класса появляется что-то какая-то ерунда вот у меня тут ступал и пустой дикт при этом в тупле первый аргумент это какая-то функция а потом литерал а и все и заканчивается этот тупо вот что за функция а такая вот ну оказывается что функция например это такая фиктивная функция которая нужна только для того чтобы в ней содержался кода object вот и этот кода object он бил ты нам достается из этой функции функция а в данном случае не принимать никаких аргументов ничего не возвращает нужно только для того для того чтобы достать оттуда кода object вот и в этом кода обжигте например в к конст будут лежать методы этого класса то есть на самом деле вот такая вот однородность все все код класс тоже код вот об этом можно посмотреть вот у меня на гитхабе я сделал маленькую демку маленькую обвязочку там контекстный менеджер который оборачивает этот перегружалку и позволяет внутри виза вот писать класс стейтменты которые там будут как-то по другому проводить вот окей если питон работает с кодов обжигами как тогда работает рекурсия вот мы пишем например факториал как как это работает вот оказывается что рекурсия поддерживается благодаря наличию фреймов то есть фрейм это прямая прямое такое аналитическое продолжение сишных фреймов вот если у нас там сишная функция лишь представлена виде кода то ее исполнение это фрейм в стеке вот то же самое здесь мы можем например посмотреть мы можем поинспектить эту функцию вот так вот по глупому вот мы просто говорим inspect current frame запоминаем этот фрейм внутри функции ну и принятим функцию принятим тот аргумент который туда попал принятим указатель назад и принятим код который в этом фрейме лежит вот и что мы видим вот мы вызываем факт 3 она получает функцию 3 не функцию 3 значение 3 значение 2 значение 1 но что мы видим current frame когда мы получили 3 был вот красненьким помечены в current value 2 это вот когда рекурсивно эта функция была вызвана второй раз оказывается что вот этот красненький фрейм уже в родительском фрейме это как бы f-back вот и ну зачем это сделано потому что это то как питон узнает куда нужно вернуть управление после того как рекурсия отработает при этом заметьте что например кода object во всех трех функциях одинаковый то есть это один и тот же код но разный контекст исполнения этого кода вот на самом деле тут все еще несколько хитрее вот мы не будем там как-то сильно подробно эту диаграмму разбирать вот диаграмма краденая с сайта я не ваакнина кстати ну тут зелененьким помечена уровень процессов синенькая это уровень потоков и вот желтенькая это уровень фреймов вот у нас внутри этом одного процесса операционной системы может быть несколько интерпретаторов обычно так не делают ну можно теоретически вот с каждым интерпретатором связано там n трэдов по меньшей мере один и с каждым трэдом связан колстек который представляет себя связанный список фреймов питоновских вот да откуда же берутся генераторы тут вот я не знаю мне кажется тут интересно будет любознательным каким-то людям вот потому что ну вот мы пишем например дев в ген двоеточие елд вот ну так то мы вообще написали функцию почему генератор вот и для того чтобы разобраться в вопросе можно либо смотреть сишный код вот ну потому что понятно что там disassembly decent без толку но он тебе просто скажет что внутри кода обжиг то есть елтвэл ну и что вот для того чтобы разобраться в этом можно либо смотреть сишный код либо что еще лучше попользоваться гдб ну мне кажется что почему бы нет я так и сделал как ни странно вот тут встает другой вопрос а как собственно гдб дебажить питоновский код ну потому что гдб он же там какой-то низкоуровневый вот питоновский код он где-то там наверху вот плюс когда стартует питоновский интерпретатор он выполняет кучу какой-то работы совершенно вот поэтому если мы поставим брейк на какой-нибудь там не знаю на пигин нью например то мы стрянем где-то там сильно наверху и не получим доступа туда к нашему коду вот ну задача решается просто мы можем объявить ну на самом деле мы можем просто послать себе сигнал сиктрап вот и сделать пустой хендлер этого сигнала вот ну и вот это выразимо в виде функции стоп вот я знаю что как только функция стоп будет вызвано в гдб я получу сигтрап и дальше когда я введу континью будет работать уже мой питоновский код ну и соответственно с этого места я могу ставить любой брейки какие захочу исследовать как это работает вот это очень удобно очень клево кстати те кто годобой никогда не пользовался не бойтесь на самом деле вообще такая полка палка веревка вот совершенно тупейшая вещь разобраться можно очень быстро там типа 5 команд и вы уже в дамках вот ну собственно я так и сделал я захотел подебажить такой код я оставлю такую бряку как бы перед объявлением генератора и просто вызываю вот эту функцию ну вот я запускаю gdboy гдб надо они gdboy питон надо собрать с дебажными символами вот иначе вы вместо красивых там колл стеков будете ковыряться там в ассемблер нам коде вам это не надо вот собирайте с дебажными символами пишу run run запускает мой код он останавливается на стоп вот здесь написано что program received signal sick trap это означает что он встал там вот и дальше я могу делать то что захочу вот например я говорю break begin new я просто знаю что генераторы у меня вообще всяк берутся из функции begin new ставлю там break и меня интересует каким образом мой код туда попал вот продолжаем и все видим что мы достигли следующий следующего брейка это begin new и смотрим calls call стек call стек состоит из 13 записей вот тут тоже достаточно поучительно если его там сидеть и медитировать на него вот потому что вот можно посмотреть как именно все это дело отработало что вот вызвался вызвалась функция main там получила какие-то параметры что-то там дальше происходило питон долго решал что же мы хотим сделать ты-то мне передал вот такие вот ключи там значит нужно файл какой-то взять его попарсить что-то все это видно в этом колстеке я просто не стал его оставлять потому что много места было бы какой-то момент он передает управление на run mode на eval код ну и так далее вот давайте рассмотрим то что здесь важно видим что run mode запускает eval код eval кода x это просто helper для eval кода и запускается функция очень важная в питоне eval eval frame x и вот эта штука которая просто это вот то что собственно ранит ваши фреймы вот она принимает указатель на фрейм доставит оттуда кода object и в фори фори бежит по об кодам вот каждый топ код засовывается в здравийный свитч и там принимается решение просто что нужно сделать он дёрнули такую-то функцию еще что-то вот что тут важно это вот что что фактически ведь если откатиться назад мы дернули какую-то функцию ведь ген и скобочки это вызов функции на самом деле вот и мы видим что действительно вот в этом месте питон не знал что что здесь нужно делать он просто вызвал функцию там есть разные имплементации того как эта функция вызывается вот фаст функция и потом управление было передано на eval код вот и дальше почему-то питон решил сделать нам генератор поймем почему ну вот я просто показываю что вот было передано управление на кол и все такое вот было передано было передано управление на eval код и мы видим что обычно вот мы создаем фрейм новый берем код там как-то их связываем друг с другом что-то там делаем тут много букв и в конце концов просто запускается функции валящее фрейм возвращать принимает то значение которое мы забираем мы забираем значение которое она возвращает и и просто ретурнем его но не в этот раз в этот раз вот что произошло мы взяли исков лакс вот на самом деле в кода обжигте есть еще не знаю знаете вы или нет такой атрибут кофлакс вот флаги и что эти флаги означают вот но вот в частности информация о том что это генератор она находится в кофлакс и вот видите что здесь фрейм для этого не создавался был создан генератор объект видим что как устроен как устроен конструктор генератора но он просто создает он выделяет память для генератора ну и засовывает туда в джай фрейм фрейм еще что-то такое делать ну неважно вот получается что а да и сам генобжект в итоге оказывается очень простой штукой то есть это маленький такой структ в котором ну есть пай обжект хэд естественно просто чтобы показать что это вообще какой-то ну объект питоновский вот есть ссылка на фрейм есть метка раннинг или не раннинг есть ссылка на код ну и там викрефлист это не важно что в данном случае вот то есть на самом деле генератор вообще говоря это очень простая вещь это просто штука которая держит ссылку на фрейм вот там функция тоже держит ссылку на фрейм но когда она отрабатывает ссылка это теряется и garbage collector вычищает фрейм вот и таким образом информация о нем теряется генератор это просто место где лежит ссылка на этот фрейм вот это все ну и давайте посмотрим как генераторы у нас развивались они появились в питании 2.2 это был pep255 появились простые генераторы действительно простые потому что например нельзя елт было писать внутри три эксепта вот в три эксепте в три нельзя было писать елт потому что непонятно было куда передавать управление когда наступит катастрофа вот ну и собственно я не знаю тут накидал несколько строк вот мы объявляем генератор спрашиваем что такое ну вот там def mygen mygen оказывается функцией спрашиваем у этой функции в коде coflax оказывается что это 063 63 в 16-ти речной это вот как раз тот флаг который говорит он проставляется компилятором и он говорит evil code object evil code x что это генератор его нужно создать вот создаем генератор смотрим что действительно генератор потом спрашиваем у него фрейм это какой-то frame object это то куда он будет передавать управление на елт у него есть там ссылка на код можно посмотреть в этом фрейме контекст которым исполняется например f built-ins то есть мы можем увидеть например какими видят built-in и этот генератор когда будет исполняться интерактится можно было только с помощью встроенной функции next либо с помощью for loop вот ну на самом деле как бы важно понимать что они дергают одни и те же ниточки в интерпретаторе это как бы просто такой сахарок для нас в 342 в питоне 2.5 появились как бы карутины вот важно понимать что это ну именно как бы карутины вот почему ну давайте вот по вот этому списку пройдем елт стал экспрешеном раньше он был стейтментом вот а теперь он экспрешен это означает что он что-то вычисляет и возвращает соответственно можно попользоваться результатом работы елта ну и стало возможно писать например value равно yield world например вот это будет означать что когда будет исполняться этот код он елданет world и остановится в этом месте и когда мы сделаем send он засунет это значение в value пойдет дальше да джайкод это текущий кодообжект ну смотрите как бы у вас с генератором связан фрейм и есть взаимооднозначное отображение между фреймом ну не взаимооднозначное а наоборот вот то есть у фрейма есть ссылка на кодообжект результатом исполнения которого он является вот у кода обжекта кода обжект могут исполнять разные фреймы это тоже понятно и так работает рекурсия вот об этом речь была вот появились новые методы сенсором close ну send собственно вот делает тут где-то пример есть вот gsend 342 вот и по этому send вот сюда в value попадает значение внутри это тоже было все переписано вот потому что теперь send и next работают одинаково в питоне то есть ну вообще одинаково это одна и та же функция реально когда вы делаете next это на самом деле send ну ну и есть pep380 вот где появился yield from ну на самом деле это тоже такой синтаксический сахарок по делегированию генерации в другой генератор он делает resend resrow вот 150 ration можно ловить в в ретурне то есть если вы вот здесь где-то напишите ретурн вот то это будет эквивалентно райзу 150 ration в этом месте его можно будет поймать вот например здесь есть пример с факториалом который работает на этом механизме вот мы как бы ретурним один если n равно 1 в противном случае мы елдим из как бы генератора который вычислен от значения n-1 и умножаем на n вот компилятор в этот момент думает что а елт тут есть значит это как бы генератор но при этом если n-1 мы возвращаем 1 а поскольку это генератор значит это 150 ration во все остальные случаи мы делегируем управление ну генерацию на генератор который ну принимает другое значение n-1 в данном случае и когда мы в какой-то момент говорим next от факт 10 например вот то эта вся штука проворачивается и в 105 рейшене мы получаем результат вот то есть ну теперь можно писать так кто-то этим пользуется вообще вот такой синтаксис когда что-то равно yield from что-то вот это сейчас стало очень модно и вот там в какую-нибудь асинку или айохттп там просто повсюду этот код вот очень любят ребята его но тут надо понять что вот вот это все делегирование это не очень-то хорошо вот потому что вот например пример с чейном как бы чейн от а b что он делает он yielded сначала из а и yielded из b соответственно если мы там за чейнем не знаю два листа он сначала за yielded из первого за yielded из второго получится множество значений как бы ну распакованных таких вот естественно можно там пробрасывать в качестве первого аргумента тоже чейн вот но проблема тут заключается в том что мы можем упереться не зная как работает как работают генераторы мы можем упереться в рекуршен лимит вот и здесь это показано например я взял вот чейн и поставил вот здесь в нашу старую добрую функцию стоп и прогнал вот этот пример вот и посмотрел на сишный call stack и увидел что вот вот это вот место это там где это фрейм который представляет из себя запущенный модуль наш модуль в нем мы дернули функцию list init потому что вот здесь лист от генератора list init захотел запустить генератор вот генсент запустился потом на stack сверху положился p-eval-eval-framex с фреймом для нового инвокейшна генератора который сделал все то же самое то есть в итоге если бы вот эта цепочка генераторов была длинная либо мы бы разбирали какую-то там древовидную структуру или что-то такое вот мы бы огребли runtime error recursion limit почему я говорю об этом потому что многие ну по опыту могу сказать считают что генераторы нас как-то спасают от этого что можно там уже как-то волшебно работает вот наверное он спасает нас нет не спасает что еще плохо в елде это то что для того чтобы добраться до там внутренних каких-то генераторов когда вот мы делегируем да мы должны через весь call stack пробросить функцию send ну вот этот gentsindex вот так что когда мы говорим yield from на самом деле на stack грузится gentsindex который пытается проитерировать следующий генератор а там оказывается что там тоже есть out from и ну вот в итоге это вот растущий stack и это просто не очень быстро потому что нам нужно пробросить вот этот send через весь stack наверх потом забрать оттуда значение которое получилось и пробросить его через так весь вниз вот это плохо ну и это не будет изменено никаким образом как мы поняли с разговором с андреем вот и возможно было бы лучше если бы генератор который делегирует выполнение он бы как-то знал о том что там есть yield from и просил бы именно того внутреннего генератора поработать и как бы не грузил сам свой фрейм на stack вот но это не будет работать как мы поняли потому что ну всегда есть там какие-то exception еще что-то и куда передать управление после вот такой аварийной ситуации непонятно вот карутины тоже не так уж хороши значит ну важный тезис карутины нет в питоне вот вообще они не представлены никак ни на уровне языка ни на уровне внутренностей как бы их нет то что мы понимаем под карутинами это просто send в генератор вот и давайте посмотрим как будет такой ping pong работать то есть мы объявляем карутину ping карутину ping там внутри бесконечного цикла мы сначала хотим принять какое-то значение потом написать что мы приняли это значение и своему соседу отправить значение плюс 1 ну и ping и pong одинаково устроены просто они друг другу передают вот что будет если в какой-то момент мы скажем вот здесь написано ping send 1 ну понятно что будет ping send 1 положит вот через это выражение value 1 напишет ping получил 1 запустит pong с двумя сюда попадет двойка двойка попадет сюда и теперь pong захочет запустить ping с тройкой но ping находится вот в этой строчке кода потому что интеракция с генератором объектом всегда блокирующая ping находится в этой строчке кода а сэндить в него можно когда он находится в этой строчке кода и это не будет работать и это плохо потому что мы ожидаем от корутин совсем другого мы хотим чтобы можно было между ними свободно переключаться это не работает так что ну не корутин это можно немножко переписать на самом деле тоже достаточно все просто мы можем написать некую такую очередь кью и некий регистр в котором не держать имена корутин ну и некую ранилку вот все что будет делать сэнд в данном случае это уже будет не сэнд не у генератора метод а просто функция сэнд она будет добавлять в очередь сообщение о том что я хочу чтобы кто-то поработал как там в будущем когда-нибудь вот и нужно чтобы вот этот ран сам передавал управление на той таске в общем которой этот сэнд был в тот момент когда таска готова вот очень простой код если мы напишем так это будет работать то есть получается что в текущей реализации корутин на питоне мы вроде как обязаны иметь некую крутилку такой вот луп который бежит по множеству задач а могли бы не иметь если бы например корутины работали так же как это работает работает в стекласе или там в гринлетах потом есть такой забавный пример от безли ну вот это как раз к вопросу о обходе древовидных структур вот тут он написал некий такой ну не компилятор а я бы даже сказал эволуатор выражений просто арифметических там 2 плюс 3 на 4 минус 5 вот но он сделал это все по-взрослому у него там есть степени в computer science поэтому он написал парсилку которая значит разбирает это все в ст там есть binary оператор все вот это вот и значит по этому а ст нужно как-то бегать уметь а ст ну как бы абстракт синтакс 3 дерево как бы его нужно разбирать ну он не растерялся значит написал visitor простой ну тут небольшой хак применен ну не хак ну не знаю в общем на самом деле все просто и важно здесь вот что что мы когда визитим ноду например если мы визитим там число мы возвращаем просто значение которое там написано если мы визитим например binary оператор мы хотим вернуть визит от лефта визит от райта посмотреть на то какой это binary оператор ну если плюс там сложить вот ну и я думаю все видят проблему здесь да с тем что если это выражение будет достаточно большим вот то здесь будет просто там как-то recursion limit runtime error вот ну поэтому он взял и переписал все это вот опять таки ну профессор как бы почему бы и нет выглядит довольно стрёмно но идея тут основная в том что фактически вместо нативного call stack этот код использует stack реализованный в виде листа питоновского а генераторы вот это красивая идея на самом деле если ее внимательно рассмотреть и как бы проникнуться вот это несложная но очень красивая идея на мой взгляд что вместо нативного call stack используем лист а в качестве механизма остановки исполняющего исполняющегося кода запуска кода в новом фрейме как бы уже нашем фрейме вот для того чтобы это поддерживалось используются генераторы потому что на yield ты передаешь управление крутилки крутилка ставит в этот список который как бы call stack новый генератор запускает его когда тот генератор делает yield он запускает фрейм который нужен для того чтобы этот отработал ну и вот в общем это на самом деле точная реализация того как например работает сишный call stack но только питоновский call stack и не call stack а лист ну в общем посмотрите это достаточно красивая идея вот единственная проблема в том что когда он это все описывал он как-то не подчеркнул что генераторы здесь да они используются но они в общем здесь ни при чем по большому счету потому что сам генератор здесь не является решением задачи он является инструментом который чуть-чуть нам помогает но это вот ну пробуем значит с новым визитором пропихиваем туда вот джойнилку от range по 1000 то есть 1 плюс 2 плюс 3 плюс там трататай плюс 999 вот наш предыдущий вариант естественно падал этот вариант падать не будет он работает вот это как бы круто но нужно понимать что здесь некоторый уровень магии все-таки есть который надо осознать ну таким образом что генератор простая структура структура держит ссылку на питоновский фрейм если бы этой ссылки не было то просто garbage collector бы его вычистил и не было бы этого фрейма потому что вот функции именно таки работают они когда отрабатывают они эту ссылку теряют и garbage collector забирает фрейм фрейм знает о своем состоянии вот там есть всякие внутренние переменные в самом фрейме которые знают на какой строчке кода кода обжиг находится фрейм можно остановить в месте которое отлично от return value потому что внутри каждого кода обжигта последний обкод это return value попробуйте сделать кода обжиг без return value в конце и вы увидите что интерпретатор огорчится вот взаимодействие с генератором всегда блокирующее вот когда мы сендим туда когда мы next оттуда все это дело значит останавливается пока не отработает генератор ну как то так вот собственно получается что степени свободы у нас как бы немного мы немного можем здесь делать у нас есть просто фрейм который остановился в каком-то месте и мы можем его просто там ну запустить по желанию вот с этого места в котором он остановился которая ну не конец вообще говоря и получается что вот функциональности очень мало но тем не менее мы кое-что можем интересное с этим делать вот например примеры которые не связаны с итерациями вот например кто из вас знает как работает контекст менеджер в ну именно именно причем здесь yelt кто знает при чем здесь yelt в контекст менеджере отлично чувак из параллелс фактически ну не важно как это устроено внутри идея основная здесь заключается в том что внутри вис стейтмента мы даем поработать генератору тег да а что значит поработать генератору тег мы просто говорим ну от тега next он запускается и работает весь код пока он не упрется в yelt вот в этот момент он возвращает управление контекст менеджеру контекст менеджер дальше запускает вот этот код и когда этот код отрабатывает он запускает генератор дальше он просто опять говорит мой генератор next ну на самом деле next мой генератор вот и таким образом получается что вот он отработала эта строка передалось управление на эту строку и отработала эта строка и вот мы имеем то что мы имеем это хорошо что антивирус нет спасибо вот второй красивый пример как мне кажется это конечные автоматы это тоже код краден из или бендерски вот не стал изобретать этот велосипед тут разбор некого такого не знаю по некому протоколу мы хотим забрать сетевой фрейм грубо говоря вот ну и понятно что это можно сделать с помощью конечного автомата мы бы его написали там виде какого-то объекта длинного который бы там имел какое-то состояние еще что-то вот его можно написать так мы говорим что внутри бесконечного цикла мы принимаем значение которое попадает туда по по send вот если это значение есть хедер ну если это не хедер то мы просто ждем когда все таки будет хедер если это хедер теперь мы ожидаем тело фрейма попадаем вот сюда же то есть исполнение здесь останавливается как только мы засендели сюда исполнение потом становится здесь теперь он ждет тело ну и когда это тело накопится мы соберем фрейм и собранный фрейм мы можем там деть куда-нибудь еще тут некий колбек сюда просунут вот то есть в чем тут на самом деле кайф вот этого подхода так он заключается в том что мы пишем чистую чистую бизнес логику нашего автомата мы не думаем о том как реализовать состояние как реализовать например остановку в каком-то месте и ожидание там следующего значения то есть все это за нас делает механика генератора вот это очень здорово очень красиво ну тут я просто показываю что да у него есть некий ресивер сток ну и мы теперь показываем что вот подготовим некий мог такой тестовый для фрейма этот фрейм по байт его засовываем в ресивер и видим что да вот собрать собралось два фрейма вот очень удобно очень красиво по моему потом есть такая библиотека следующий из кейс это генерал пайпы вот есть такая библиотека я думаю все знают они это пайп пайп собственно вот которая позволяет вот так писать ну там какой-то массивчик пайп там в лянда что нибудь такое вот ну как она работает тут прелесть в том что на самом деле вот это буквально весь код этой библиотеки я здесь вот то есть это действительно весь код этой библиотеки все что нужно для того чтобы значит ей попользоваться ну тут тоже достаточно красиво вот мы объявляем такой классик да потом объявляем например какую-нибудь функцию там функция вэя она принимает там нитератор какой-то предикат и возвращает генератор вот как это все отработает значит пайп на нит примет вэя положит сюда в селф функшн положит эту функцию потом когда этот а и после этого значит в метке вэя будет лежать объект типа пайп потом этот объект мы естественно колем потому что мы что думаем что эта функция правильно и на это возвращается новый пайп у которого вместо функции такая функция которая первым аргументом будет принимать итератор и потом запускать на этом итераторе старую функцию как-то так и есть еще метод рор это right or это собственно тот волшебный метод который дергается вот на таких пайпиках это же ор так то вот и этот рор будет возвращать вот эту селф функшн но только не у этого объекта уже получается у этого на итераторе потому что сюда будет попадать итератор вот и вот в данном случае например с примером свой ретурнице генератор ну и действительно мы видим что ретурнице генератор теперь мы можем например там там фориком пройти по этому генератору можем листом вычислить его все его значения ну и дальше там куча куча примеров нет смысла все показывать есть нюанс как всегда вот он заключается в том что возвращается же генератор да генераторы имеют такое свойство умирать когда от них лист возьмешь один раз вот мы взяли один лист получили что-то взяли лист еще раз теперь теперь здесь пусто почему эта проблема потому что если бы вот этот пайп где-то делился вот так дальше вот то было бы непонятно каким образом ну непонятно как вот эти вот консюмеры забирали бы данные из пайпа вот более того в принципе непонятно как это все синхронизовать потому что ну это может идти там как-то сильно дальше вот эта вот сама идея того что в тянет данные отсюда и что-то с ними делает она как бы здесь вот проседает и соответственно всю эту концепцию можно переделать на как бы не тянущие пайпы а толкающие пайпа это тоже обсуждено убил ли вот единственно что он как-то не придал этому особого значения вот напрасно потому что прикольно можно писать вот ну я что-то поигрался с этим вот результат мы мои игры в виде небольшой библиотеки можно увидеть у меня на гитхабе вот ну реально позволяет вот писать какие-то такие трубы вообще невероятные вот ну тут есть несколько примеров я использовал не пайпы я использовал не or я использовал r-shift это сдвиг ну и мы видим что да она на простых примерах работает также да мы например заводим какой-нибудь источник и этот направляем там apply и результат направляем в печаталку на экран вот запускаем и все это отлично работает вот то есть в простом случае это работает также это на самом деле не важно но в некоторых случаях это для некоторых задач те фичи которые есть в этой библиотеке они становятся киллер фичами вот например это библиотек ну такой подход он позволяет закручивать данные которые выходят из какой-то ноды обратно на эту ноду вот сегодня рассказывали про трансдюсеры я что-то все смотрел и у меня какой-то дежавю не проходящее было вот ну и вот например вот такой код он позволяет вычислять числа фибоначчи если вы наверное знаете да что числа фибоначчи относятся к такому классу последовательностей из которых числа фибоначчи это самое неинтересное вот ну собственно мы на вход подаем некий инициализатор тупол 1.1 ну дальше мы складываем кладем это в первый элемент а первый элемент кладем в нулевой вот ну и рекурсивно реюзаем вот этот pipe ну вот этот стрим как бы мы направляем его в себя вот ну и помимо того что мы его направляемся на себя мы его направляем на выход вот то есть тут как бы демонстрируется что можно во первых форкать такие стримы во вторых направлять на себя второй вариант мне кажется более интересен вот потому что здесь в принципе все то же самое происходит здесь еще подвязал такую ноду которая называется finite state машин вот и фактически вот тот пример который мы разбирали с конечными автоматами вот можно внутрь такой ноды записать к рутину которая будет работать как конечный автомат ну и например можно решить такую задачу что у нас есть поток чисел фибоначчи вот это уже просто поток бесконечный его можно разделить на два один мы можем писать прямо в файл файловой системе например второй поток мы можем перенаправить в такой конечный автомат который будет делить каждый следующий на предыдущий вот если вы знаете в пределе это должна быть должно быть золотое сечение так называемое вот и можно получить как бы поток приближение золотого сечения который можно там перенаправить еще куда то вот ну то есть это в принципе забавная игрушка с которой можно поковыряться поддерживается его его работает на основе select а если вы наверное знаете select это асинхронный вот вывод но поддерживается только в линуксе ну собственно как то так да так чтобы чтобы показать в общем примеры на самом деле вы можете посмотреть на гитхабе моем плюс сам исходный код на гитхабе пример седа и о чем еще хотел поговорить это гринлетах и стеклассе но поскольку я хотел это все продебажить в гдб оказалось что ну стекласс выдает такие стек трейсы какие-то невероятные совершенно вот если там у нас глубина стека максимальная была 13 то стеклассе почему-то гдб там говорит что она там 1300 или типа того вот поэтому разобраться что что там происходит нет никакой возможности вот плюс гринлет из-за того что они работают на основе срезания стека гдб не привык вообще к такому потому что он придумал дебага сишных программ оси просто не поддерживает выкорчевывание куска стека и копирование его куда-то в кучу ну вот поэтому вот код гринлетов собственно говоря ломает гдб и невозможно посмотреть что там происходит на самом деле ну я думаю все я думаю все у кого есть какие вопросы я с радостью на них отвечу спасибо большое так вопросы так головы дымятся все понятно ерунда как бы для школьников но я тоже так думаю все же просто раз-два нет нет ну в принципе всем все понятно на самом деле как бы основная идея этого доклада была в том что во первых генераторы это просто причем ну не просто просто а просто просто если вы понимаете о чем я вот то что нужно смотреть сишный код чтобы понимать как это работает и то что сишного кода для понимания все равно недостаточно нужно пользоваться гдб ну и то что гдб это очень простой инструмент которым реально попользоваться программисту на питоне который вообще в глаза не видел что такое там какие-то стеки указатели вот да 3 принтер на самом деле для для гдб есть да для гдб есть обвязка там какая-то питоновская вот которая позволяет красиво там строить что-то вот но здесь решил может быть может здесь я решил просто по хардкору как бы вот ну и все равно хардкора никакого нет там зная пять команд вы получаете какой-то профит вот ну что кому-нибудь что-нибудь интересно кому-нибудь что-нибудь понятно вообще ну всем все понятно да все просто в общем если кто-то хочет пообщаться ловите человека и как бы вот стена одна для прижимания там вот старая есть прижимайте и пытайте все спасибо тогда отдыхаем после отдыха и и и Продолжение следует...